всем привет дорогие друзья хочу показать какая у нас смородина родилась в этом году что-то необыкновенное веточки попадали просто висят от тяжести такого изобилия смородинки и она такая вкусная такая душистая и большая сказать у нас дожди бесконечно вот сейчас прошел дождик еще капельки видны и надо уже собирать и сейчас вышло солнышко птички поют и надо быстро все это изобилие сорвать ягодка сладко немножко с кислинкой но очень вкусно мягенькая вот она шикарная ой 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 тут здесь спряталась будет немножко неудобно собирать но надо ее собрать иначе дозе просто не дают собрать она скоро начнет осыпаться много очень ну мы саша у меня посыпал золой много поливал но еще и природа одарила дождем и и вот она и также делали настой из различных трав из крапивы неделю стоит и потом этим настоем поливать на улице солнышко попросила ангела что подольше солнышко было шпе успела собрать сделала чайок себе из трав крапива листья смородины что там еще мята подмариник очень вкусный столько сорвала что к одну веточку странная погодка вот сейчас такой ливень был и сейчас жарит мне прям спину солнышко ну вот и хорошо листочки мокрые срываю падает падает на пол попадаются немножко не совсем спелые но это не так важно иначе очень сложно рвать захватишь вот они они уже такие спелые что они падают поэтому если уже захватишь то тянешь ой опять упала сейчас очень модно делать ферментированный чай я пока в нем не разобралась единственное поняла что его необходимо окислять ну то есть закислять но это уже мне не нравится организм наш и так закислен потом сушить печи я завариваю чай по традиционно высушиваю и очень вкусно главное полезно никаких потерь полезных веществ не происходит так как сушится естественным образом без термической обработки даже если на маленьком градусе я изучала но как то есть такая опаска где будет происходить брожение там надо успеть вовремя чтобы не перебродила да чай получается более насыщенный с ферментацией ну вот насчет ягод вот не скажу не знаю но их также можно засушивать просто некоторые люди делают ферментированный чай и его используют кто-то там написал даже до 10 лет что вот я запаслась но хочу сказать что вообще травы если засушивать травы то они действуют только один год желательно на следующий год свежие травки засушивать но с ферментацией конечно очень сложно сказать напишите пожалуйста в комментарии может у кого опыт есть больше знаний хотя я в интернете все прочитала но как то не мое это может кто-то знает больше и меня убедит или расскажет свой опыт и буду конечно благодарна за это сколько уже уже почти полненькая лопается вот уже лопнулся съем хотя я чай пью не заедая ничем по неумывакину когда мы едим ничем не запиваем только после часа полтора то и два из мяса тогда можно пить воду в основном мы пьем конечно воду желательно чистую воду организму необходимо чистая вода или вот такой чай между но полтора литра чистой воды должно все-таки быть это уже дополнительно чай сверх должно быть ну вот немножечко с вами поговорила рассказала может кому-то будет полезно интересно иногда конечно люди возмущаются некоторые комментарии пишут много слов много болтовни типа ну это а кто-то благодарит поэтому очень трудно угодить всем поэтому скажу важное а там решайте кому что надо не надо перелистывайте вот точки опять собрались сейчас может дождик ливануть но буду надеяться что успею хоть немножечко собрать здесь впереди вот уже веточки поднялись а то прям опустились низко сильнее потемнело и уже дождик накрапывает птички чирикают наверное возмущаются или наоборот радуется дождику я хочу еще сказать вот я много снимаю видео показываю на клубнику показал уже два видео сделала хочу сказать что были комментарии где интересовались как германии клубника растет я там все поделилась показала но очень мало просмотров хочу сказать что иногда я смотрю на ю тубе ставят такие провокационные названия и люди заходят и люди но почему-то так работает чем такое непонятное название даже бывает не соответствует содержанию но люди заходят потому что интересно я как то не очень хочу это делать но иногда обидно что я ставлю а просмотров мало делюсь полезным в травками допустим а просмотров мало ну будем надеяться что все-таки выскочит спасибо ю тубу он у меня стоит что youtube эмфельд то есть предлагает все таки мои видео поэтому они нет да нет да выскакивают чтобы вы могли посмотреть допустим топленое масло вот выскочила русской за слово русская она выскочила и люди интересуются что такое русская вот это слово выскочила за счет слова русская топленое масло кто-то возмущается кто-то радуется благодарит но тем не менее люди имеют доступ посмотреть этот старинный рецепт поэтому не всегда если мало просмотров не всегда имеется ввиду что не хорошее видео или не интересно все зависит от многих нюансов и самый главный нюанс это название иногда я попадаю иногда вообще нет все несу это изобилие чтобы тару поменять все дождик капает выгнал меня но осталось немножко в середине вот по краям и ближе к окну и я могу собирать ой со стороны террасы падает падает все падает вот я здесь уже собрала до полного открою вот так ну ягодки вот тут глядую прям рядышком вот я здесь сколько могла собрала подтянула вот здесь уже открыть вот такая красота заглядывает здесь еще соберу серединка достану какая большая ой и упала ну вот такая большая почти как виноградинка все собрала еще одну такую чашку и желаю вам хорошей погоды прекрасного урожая и до новых встреч на моем канале в следующем видео я я